Утро под серебряным дождем Твое появление в эфире еще и олицетворится возвращением программы Music is Dance Да, сегодня я, уже многие мне написали, слушатели, сегодня, ребята, все как обычно, в 11 утра возвращаемся Я думаю, что все видели ролик, который был опубликован в различных социальных, включая запрещенных сетях Там, конечно, все могли наслаждаться и завидовать тебе, ныряющему в замечательное чистое море Некоторые не сдерживали свои эмоции и ставили, поэтому неприличный знак восхищения в виде коричневой пирамидки А кто был в пятницу, кстати, тот проспойлерил себе уже, Пашу увидел там Вживую, так сказать Большое спасибо всем, кто пришел, наверное, уже со всеми поблагодарились на эту тему Было очень здорово, душевно, и я был очень рад всех вас видеть И попутно напомним, что приходите к нам на экскурсии У нас есть еще кое-какие места остались Это, видимо, те места, Танюш, которые мы с тобой не забрали Мы отдали их нуждающимся, так скажем Все желающие, поэтому можете записаться Зайдите на сайт silver.ru У нас есть еще, насколько мне известно, пару свободных местных в пятницу Несколько мест на эту пятницу уже осталось, а можно записаться и на следующую еще пятницу Так что, пожалуйста, заходите на наш сайт, там все подробности про наши экскурсии Конечно, небольшой анонс того, что будет сегодня Сначала новости, потом немножко поговорим о сериалах О том, что посмотреть в 8 утра Будем рады приветствовать в этой студии Эдуарда Каневского Фитнес-эксперта, телерадиоведущего и автора книги Хватит жрать и лениться Это я просто название книги произнес Это ко мне Скорее ко мне, Паш, понимаешь А в 9 часов утра Павел Дубравский Традиционные скрытые линии разговоры о политиках От Грузии до Соединенных Штатов Америки сегодня В 10 я также останусь с вами На программу «Все, что движется» и в гостях У меня будет Артем Быстров Хорошо всем знакомый Капитан воздушного судна «Аэрбаз» Я его ловлю, его прилеты в Москву Он сегодня рано-рано утром должен прилететь И по идее из аэропорта Прямо сюда к нам и направиться Давно мы с Тёмой переписываемся Но всё никак не пересечёмся в студии Очень приятно Вот сегодня ты его увидишь Да, оно и случится Ну что же, в 11 часов «Мьюзик из «Дансер»» И как говорится Ну что же, поехали Давай начнём, Паш Партнёр программы ООО «Спортфорум», друзья Всей стране и за её пределами От Казахстана до Швейцарии Чемпионы сервиса с олимпийскими чемпионами В тренерском составе World Class 30 лет фитнеса в России WorldClass.ru Это утро под серебряным дождём Ну что же, мы продолжаем На поле 7903-7976-333 Таковы координаты прямого эфира Ваше мнение Категорически приветствуется Как и комментарии Тут волны просто Лучи добра посылаются Павел, с тебя поздравляю с возвращением Ещё бы лайков столько же наставили Сколько лучей Заходите в нам в трансляцию Давайте сегодня тоже каких-нибудь лайков поднаберём И жмите колокольчик Жмите колокольчик, да Расчёт с грустной информации Действительно сильнейшая магнитная буря Накроет Землю прямо сегодня 19 сентября Вспышки на Солнце Провоцируют всплеск геомагнитной активности Которая будет только усиливаться Уже сегодня состояние метеозависимых Может ухудшиться Возможно головокружение Боль в суставах И скачки артериального давления Эксперты, кстати, рекомендуют Вам всем снизить нагрузки на организм И избегать перенапряжения и стрессов Но это всегда надо избегать, я считаю Конечно Вот чтобы избегать перенапряжения и стрессов Мы решили сегодня начать с достаточно лёгких новостей Вчера мы об этом заикнулись И почему-то неверно абсолютно упустили Конечно же нельзя пройти мимо лауреатов Знаменитой Шнобелевской премии 2023 года С пятницы вокруг ходим И всё никак не расскажем вам Да Ну давайте, собственно В отличие от Нобелевской премии Как известно, лауреатов Шнобелевской премии Награждает за забавные исследования Которые могут привлечь общественность к научным И не очень, я бы сказал, научным вопросом Итак, премию в области машиностроения В этом году получили учёные из Индии, Малайзии, Китая и США Их было немало Потому что трудились И они на душе серьёзные проблемы Они оживили мёртвых пауков Чтобы использовать их для механического захвата Помните такие в торговых центрах расположены штучки Автоматы с игрушками, да? Да, автоматы с игрушками Вот эти ребята пауков решили вместо Мёртвых Шипали Оживлять их, да? Оживших Учёные создали некробиотический захват Из мёртвого паука Который может удерживать объекты Неправильной формы Массой до 130% От собственной Собственной массы Ну да, и если вам интересно Как они их всё-таки оживляли То на самом деле они вводили иглу в область просомы насекомого И закрепляли её к телу паука Для образования такого-то уплотнения Ну красавцы! Призёрами в области здравоохранения Стали создатели Стэнфордского туалета Учёные разработали устройства Которые анализируют вещества Выделяемые человеком И это изобретение может оценить состояние здоровья С помощью таких технологий, как тест-полоска Компьютерное зрение И датчик отпечатка пальца Меня интересует последнее В каком месте я, простите, должен отпечаток оставлять? Ну для анализа Это штэнфордский туалет, в общем-то Надеюсь, что на кнопке Нужно оставлять отпечаток пальца Очень хочется верить Давай к Шнобелевской премии в области образования Вот её получила международная группа учёных Которая изучала скуку среди студентов Бакалавриата и их преподавателей Те, кто ожидал, например, что лекция будет скучной Действительно не проявляли интереса к теме занятия И они пришли к выводу, что скука порождает скуку Какой оригинальный вывод? То есть чем больше сидишь на диване, тем тебе больше на нём хочется сидеть? Да Вроде того Чем больше ты не хочешь идти на работу Тем больше ты не хочешь туда идти Наверное так Прекрасное изобретение Очень правильное, правильное, кстати сказать, решение Они же доказали Они же сидели, видать, размышляли Это мне сразу же, вот сразу же Я вспоминаю один из моих любимых фильмов в последнее время Ещё по одной Когда ребята решили эксперимент провести Вот эти тоже сидели, фиксировали Вот я скучаю сегодня, сколько минут? А сколько я буду скучать завтра? А к какому ощущению скуки приведёт 10-минутный отдых на диване? Это же надо было серьёзно действительно об этом подумать Может быть музыкальную небольшую Рули Врубим, так сказать Давно я ждал эту композицию Думал в пятницу её поставить Ну поскольку виниловая пятница нет Все мы знаем хорошо Боба Марли Конечно же его замечательную группу The Wellers И не менее известную композицию I shot the sheriff Я надеюсь, что с вами этого не произошло Потому что предлагаю и выношу на ваш суд Замечательная, кстати, пластинка вышла С ремейками всех этих вот вещей И один из персонажей Хорошо мне известный На концерте которого мне довелось Похвастаюсь Быть в городе Лондоне При записи очередной пластинки Fabric По-моему, я не помню, как она была по счёту Соответственно, в клубе Fabric Ну давайте послушаем Немножко драма и бейса И рломанных ритмов В стиле бега Боб Марли Ироний Сайз А ещё от The Sheriff Плюс 7903-797-6333 Координаты прямого эфира Давайте опять же продолжим С лёгкими новостями С хорошими, я бы сказала, новостями Да, с хорошими новостями Особенно для тех, кто имеет Такую традицию Я не знаю, особенность характера Периодически наложивать бардак Свойство порождать хаос вокруг себя Да, да, дестройеры такие Ну, это, кажется, про меня, наверное, отчасти Учёные заявили Что люди с высоким IQ Чаще матерятся И злохоломляют пространство вокруг себя Оказывается, интеллектуалы Крайне редко Или вообще никогда Не убираются в своей комнате Как по шаблону из кино Они следят за своей одеждой И внешним видом Вот так вот И теперь это научно подтверждено И, кстати, ещё из необычного Оказалось, что вот Интеллектуалы Поздно ложатся спать И поздно встают А также, ну, как мы уже говорили Чаще других ругаются матом Хотя имеют гораздо больше Словарный запас, чем у других людей Вот у меня не сходится Почему? У меня идеальный порядок Но крепкое словцо Я нет-нет-до-еда Нет-нет-до-еда То есть ты где-то посерединке, получается, да? Да, вот с утренними подъёмами Кстати, тоже последнее время Стало по-другому Если раньше я ложился поздно И вставал поздно То сегодня И вообще Последнее время Подрываюсь как ненормальный Вот в 6-7 утра Это годы Да Пришли внезапно Ты понимаешь, магнитные бури К сожалению, на которые Ты начинаешь реагировать Почему так печально? Наоборот, надо радоваться Если теперь появилась способность Вставать утром Ну, это же круто Ну И не то, чтобы это способность Это скорее вынужденность Необходимость Но, к слову сказать Мы не раз поднимали в этой студии Разговор о том, что есть жаворонки и совы Я вот скорее сова Хотя в последние несколько Полтора года Уже приходится Становиться жаворонком Но организм Мне представляется Может адаптироваться Так или иначе И вот единственное С чем я не согласен в этом обсуждении Что из необычного Только интеллиганда Садятся Ложатся, точнее, поздно И поздно встают А если я рано ложусь И рано встаю Потому что работа такая Что ж ты говоришь Тупой, туп, как дерево Родился баобабом Да нет, но это просто же Видимо склонность твоя Возможно А не то, что у тебя приходится Конечно Ладно, давайте продолжим С другими новостями Вот я только что проверил На своем телефоне Можно ли мне обновиться До iOS 17 Оказывается нет Но, как бы то ни было Она вчера Вышла и в ближайшее время Вы можете установить Тебе соответствующее обновление Несколько интересных функций В 17 мая Во-первых, теперь можно Вырезать и отправлять В мессенджерах Различные объекты Теперь это сделать Стало гораздо проще Можно Они сделали такие Целые паки Живых стикеров Которые также можно сохранять Можно буквально Пальцем натянуть Что угодно И отправить Тут же Через мессенджер Кастомизация контактов Вы их можете Сортировать Теперь как угодно Наконец-таки Появилась полноценная Текстовая транскрипция Голосовой почты В реальном времени То есть он почта приходит Он в текст Может обрабатывать И все это делается В режиме реального времени А не без дополнительного запроса А еще вот что мне Очень понравилось Теперь в фото У животных Появятся собственные Папки с фотографиями Интересно По породам собак Будут разграничивать Автоматический Искусственный интеллект У нас теперь обладатель Своей собственной папки А мне интересно В какую папку Запишет Томка Просто собаки Или собаки Серебряного дождя Тут важное Уточнение Да, кстати, очень важно Неймдроп еще появился Теперь контакты Можно не через Эрдроп скачивать Если вы хотите Поделиться контактом Просто нажимаете И через неймдроп Пересылаете контакт Соответственно Не без мессенджера Просто с телефона на телефон Ну и не безопасные штуки Знаешь Тут вот В автозамену текста Вставили нейросеть Которая, как они говорят Стала умнее То есть она теперь За тебя сообщение Что ли может писать Взглянем на наш смс-портал И увидим Что приблизительно Каждое десятое сообщение Сопровождается Извините Звездочка Т9 заменил Вот это все Может быть Теперь он будет Гораздо умнее Ну и наконец Долгожданная такая фича Это клонирование голоса И отправка голосовых Без записи оных Ну вот это уже страшно Вот это уже Конечно То, о чем мы говорили Телефон теперь сможет Полностью клонировать Ваш голос И тот текст Который вы отправляете И желаете отправить В виде голосового сообщения Он будет озвучивать Самостоятельно А как интересно Вот подумал ты Про своего начальника Что он козел допустим Да, а этот взял И отправил ему Как Ну сейчас реклама Да, так и соответственно Ой, извините Ушло Я не успел Да, как оставить отправку Здесь Вполне вероятно Что Вообще опасное Да, нововведение Очень опасное Я считаю Зато Оно еще прикольно Там и на автоответчик Можно, я так понимаю Свой голос Интересно Будет ли это Искусственный интеллект Чтобы еще за меня говорил И особенно вот этих Различных мошенников Которые звонят Отправлял Сразу же Куда-нибудь подальше Это зачем это делать Моим голосом Пусть это делают Какой-то другой Механический голос Не надо Ну это иногда Забавно бывает Можно своим голосом Вот нам написали Что можно уже Остановить 17 АЭС Установил утром Заходим в настройки Основное обновление По ООГ Будет предложено Я только что Сейчас такое сделал Не предлагается Мне пока Это зависит всегда От места Где ты покупал телефон Они как-то там Хитро распределяют По имейм Кто когда Чего окновляется В общем Отдельная песня Вчера буквально Немножко киноновостей В преддверии Традиционного обзора Сериалов Вчера мы говорили О фильме Барби Да Ты рассказывал Я делился Своими впечатлениями Да Ну поскольку был наказан За выгул В пятницу В пятницу на субботу Поэтому пошел С семьей на Барби Фильм Греты Гербик Она по сюжету Конечно Напомню Погадает Барби Собрал за первый уикенд В неофициальном прокате А вышел он буквально Вот в прошлый уикенд В четверг Он появился полноценно В кинотеатрах 120 миллионов рублей Это следует Из предварительных данных Бюллетенники Напропкачика Опубликованных На сайте издания Я посмелюсь все-таки Заметить Что 120 миллионов рублей Заработанные Это по сути Нелегально заработанные деньги Конечно Потому что это кино Идет в наших кинотеатрах Нелегально Ну поэтому они говорят Что тут можно Тут нужно учесть Что далеко не все Сеансы фильма Можно подсчитать И эта сумма Может быть гораздо выше В то же время лидер Официального Кинопроката Это пятая часть Франшизы После Навсегда И она собрала Всего 85 миллионов Вот и сравните То что идет Так скажем Вот в этом Предсеансном обслуживании И то что идет В официальном прокате Ну ладно Не будем рассуждать На эту тему Потому что интересно Как налоги Потом там собирается Как государство К этому относится Ладно Оставим С другой стороны Мне кажется Надо порадоваться Чуть-чуть За российские кинотеатры Потому что им Очень худо Со времен пандемии И все хуже И хуже становится Особенно в последние Годы Так скажем Поэтому сейчас Наверное Может быть Это и в плюсы Все-таки Значит Если вы отправляетесь Так это тоже Перед бизнес новостями Если вы отправляетесь В Великобританию То возможно У вас появится шанс Выиграть национальную лотерею Почему? Потому что математики Из Манчестерского университета Подсчитали Сколько лотерейных билетов Необходимо приобрести Чтобы гарантированно Выиграть В национальной лотерее В Великобритании Прошу прощения Гарантированно Вот такие математики Мне нравятся Отлично Вот это действительно Шнобелевская Вот это действительно Серьезное исследование Авторы между прочим Использовали математическую систему Под названием Оконечная геометрия Им потребовалось Три плоскости Фоно Или фоно Вот простите Фоно наверное Наверное да Наверное так И два треугольника Чтобы покрыть Все 54 чисел 59 59 чисел да Все они получили 45 миллионов 57 тысяч 474 возможных розыгрышей Так приятно Числительно выговариваются Традар Особенно длинный И в общем Получилось что 27 билетов Хватит Чтобы хотя бы В одном из билетов Было как минимум Два общих номера Но Есть одно Как обычно Большое но Исследователи подчеркнули Что покупка Всех 27 билетов Обойдется В 54 фунта Эту сумму Не удастся Полностью вернуть В случае победы Поэтому их расчет Несет лишь Теоретический характер А не Практический Почему не пошли дальше Почему не вывели пропорцию Если 27 умножить на 2 То есть если я покупаю 54 билета Сколько тогда Я могу выиграть Если из 27 я не отбиваю 54 фунта Давайте продолжим Если я говорю 54 билета Я сколько фунтов отобью Слушай Ну это как и у Влада Тоже бывает Вот люди которые играют Я знаю там У меня друзья иногда Вот в этом участвуют И они там могут выиграть 200 рублей 300 рублей То есть ну вот У тебя грубо говоря Из 27 билетов Получится что там Два например выигрышных В одном там может быть Два фунта А в другом Ну допустим 30 фунтов Да Хотелось бы точно знать Сколько билетов купить Чтобы сорвать джекпот Уж если покупаешь Так покупать уж нормально Да Давайте уже чтобы на сумму А там сумма джекпот Это может быть серьезно Там же несколько сотен миллионов фунтов Иногда разговариваются Я не помню сколько была максимальная сумма Ох сейчас бы выиграть такую штуку И в Англии остаться Интересно А если ты выиграешь в Англии Сколько мне всегда Всю жизнь К слову интересовал Такой вопрос Поскольку я часто путешествую Может быть вы Наши уважаемые слушатели Знаете Вот если я в рамках Туристической поездки Где-нибудь приобрету Лотерейный билет И он окажется выигрышным Ну скажем В Испании Или в Великобритании А я не являюсь Гражданином этой страны Во-первых Я имею право Получить выигрыш или нет Кстати да Это интересная тема Мне кажется имею право И во-вторых Если этот выигрыш Серьезный Я имею ли право Распорядиться им Как инвестиционный вклад в страну И тем самым Претендовать на вид на жительство Я думаю В свете последних событий Которые творятся с автомобилями И оставишь И никуда ты на нем не уедешь Ну как Франция заявила Что она не будет арестовывать Автомобили с российскими номерами А ты отдыхал в Испании Или где-нибудь там В Финляндии Вот в Финляндии еще хуже Или в Германии Не дай бог В Финляндии пойдешь пешком Даже на оленей не поедешь Потому что олени расстреляют То есть Призом лотереи Национальной становятся Автомобили с российскими номерами Тут Литва Вчера выиспал заявлением Они не знают куда девать Конфискованные Автомобили с российскими номерами Которые у них уже есть Я им вот сейчас Позвучиваю предложение Разыгрывать их Национальную лотерею И представляешь На выезде из страны У нас новые плакаты Не приобретайте Лотерейные билеты Конечно Зато можно какой-то Оборот автомобилей устроить Кто-нибудь очередной выиграл Ах русский С российским номером Конфисковались Снова туда Это же как выгодно будет В том числе государству Вот какая хорошая Мне кажется Бизнес-идея Мы сейчас создали Для руководителей Латвии или Литвии Я не помню Пользуйтесь Неважно кто Правильно А мы пока послушаем Бизнес-новости Под серебряным дождем Что посмотреть А что посмотреть Нам расскажет Татьяна Котина По крайней мере Пока мы говорим О сериалах Я сразу предупреждаю Конечно же Ручки и блокнотики У вас наготове Но если вдруг Вы этого не сделаете То сегодня После полудня В дзене серебряного дождя Вы найдете Этот обзор Татьяна Что у нас интересно Много всего интересного Вышло на этой неделе Я сначала Вот Тони отвечу Потому что спрашивают Смотрел ли я Медленных лошадей Нет Медленных лошадей С Гарри Олдманом Я не смотрела Но я помню Как он выходил И к сожалению Я помню Не очень Хорошие отзывы на него Говорили Что это довольно скучно Я очень рада Что вам понравилось Возможно Действительно Плохой сериал Да ты смотрел? Ну да На один раз Надо любить очень Гарри Олдмана И очень любить надо Роллинг Стоунс Потому что у них там Заглавная песня Которая крутится Кстати у нас в эфире Она идет в течение Всего саундтрека И по-моему Это же по роману Вот этого писателя Который Шпионский английский роман Написал Я сейчас не вспомню фамилию К сожалению Очень много у него Экранизаций его романов Они все вот именно Про шпионов Про примерно одно и то же время Какая-то что-то вот Крутится Я даже не вспомнил Может быть нам кто-то подскажет Если в курсе Давайте к премьерам этой недели Все же любят Джона Уика Друзья Что? Шестой выходит? Подожди Пока еще не выходит Он выйдет наверное Но тут всего Точнее сегодня Сериал будет Сериал выходит 22 числа Ой-ой-ой Что с Кианом? С Кью-Рисом? Нет Но по вселенной Именно Джона Уика Рассказывает он Про тот самый Отель Континенталь И собственно про то Что было в этом отеле Еще до появления Там Джона Уика То есть Пораньше Так скажем Это такой вот Джон Вик Начало что ли Ну да Что-то того Там события происходят Где-то в 70-х годах Примерно Если что Это где-то за 40 лет Как раз до первого Джона Уика Это получается Да Такой вот Приквел Там рассказывается Про молодого Уинстона Вот этого друга Как раз таки Джона Уика И владельца Того самого отеля Смотрится все Прекрасно В стиле Фильмов Оригинальных То есть Там все бодро Там киллеры Мочат друг друга Постановка драг Очень активно Экшен Постановка драг Замечательная Съемки Очень красивые Вот все как надо В общем друзья Отель Континенталь Выходит он 22 сентября Добро пожаловать Как говорится Еще одна долгожданная Премьера Из долгостроев Которую я знаю Очень многие Многие ждали И наконец-то Мы дождались Называется это дело Кибердеревня Российский сериал Я думаю Очень многие Смотрели блок На ютубе Вот этот да Летающие Вот эти вот все Да 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 Снимали маленькие Очень смешные скетчи Стали очень они популярными В итоге Кинопоиск превратил Все таки Все это дело В большой Настоящий Красивый сериал Все с теми же Самыми героями Все с теми же Замечательными шутками Это действительно Смотрится Очень смешно Очень ярко Очень необычно Для российского сериала Там просто Потрясающий робот В которого влюбляешься Моментально И вот это естественно Дедулька Который остался Единственным жителем На Марсе Последним Потому что Марс уже Ну Там Действия происходят В далеком будущем Когда Марс был заселен А потом уже все Оттуда выехали Вот остался один дедок Который не хочет Оттуда выезжать У него там такая Деревенская такая Плантация Он там сено Значит Заготавливает У него там вот Робот живет Все там у них Такое Да И в общем-то Будет он видимо Вот захватчиками Марса Которые хотят из нее Что-то там нехорошее Сделать с этой планетой В очередной раз Главное Вкороться Главное Чтобы мне вот Как захватчиков Марса Рассказал Я сразу же вспомнил Не помню Как же как фильм называется Но про зеленых человечков Которых в итоге Победила одна песня Вот очень не хочется Чтобы тут тоже было Какое-нибудь такое развитие События И какой-нибудь там Лоза Вот это на маленьком плоту И у всех марсиан Сразу черепа взорвались Это же реальность Ну нет Там скорее всего Все будет Гораздо проще Гораздо забавнее Ну это действительно смешной И как мне кажется Очень качественный Российский продукт Посмотрите Мне кажется Это будет неплохо Лекаре Нам было Лекаре Лекаре Правильно Именно так Этого писателя и звали 23 сентября Как раз Кибердеревня выходит А вот вчера Собственно 18 сентября Уже например Стартовал сериал СТС Папины дочки новые Помните Были папины дочки А это Так скажем Продолжение Хита СТС Которым Если мне не изменяет Память было 20 сезонов По 20 серий То есть это был Так Очень популярный Благодаря кстати Спасибо каналу СТС Они приглашали нас на премьеру Мы даже посмотрели 4 серии первых Вчера кто включал телевизор Я так понимаю 3 первые серии Уже успели посмотреть Я скажу Что все не так плохо Не надо Андрей Делать такой Нет я жду просто сериал Маменькины сыночки Если есть папины дочки Нет Что за обида такая странная Нет нет Никакой обиды Мне просто хочется уже Папины дочки на самом деле Был сериал про сытые нулевые Ну вот Ну правда Вот так вот Был такой символ Сытых нулевых Теперь все немножко По другому Там уже новые девочки Они уже выросли Они уже играют там Взрослых Но в их семье Снова случился Случился подобный случай Когда мама Собственно одна из этих дочек Покидает свою семью В которой тоже 4 девочки уже успели А сколько им сейчас Получается в новом сезоне В новом сезоне Ну где-то наверное нет Лет по 30 наверное В среднем Я подумал что было бы круто Если бы сняли второй сезон Папиных дочек Аля что-нибудь в стиле Секс в большом городе Вот это А чтобы ему же было по 60 Да Ну почему по 60 А хоть 40 Нет почему В первом сезоне Секс в большом городе Сколько им летит А Среди о том как они дальше В жизнь пошли Да Только вот уже в преломлении К этим девочкам Вот это был бы поворот Батя бы там такой бегал бы Еще Батя там кстати бегает Там очень много Вот этих вот культовых персонажей В том числе секретарша Вот этого вот папы Которая культовая такая Женщина была Все Немножко эгоистичная Но очень с правильными Такими наклонностями Есть конечно и сам отец И девочки тоже там появляются Которые в первой части играли Но как бы основной Все таки уклон на новых девчонок И я хочу сказать Что вот девочки Которым там Наверное старше Может быть лет 14-16 Но играют они все Просто потрясающе И честно говоря Они уделывают Вот этот взрослый каст Просто вот Раскладывают его Потому что они действительно Искренние Они какие-то настоящие Они естественные Ты им веришь А потом приходят Вот эти вот Старые персонажи Они как будто Вот выписаны Из старых ситкомов Немножко какие-то такие вот Ну неестественные Как минимум Пыльный след за ними Да, да, да И какие-то они Ты им не веришь А вот девочкам веришь Ну они может играют В каком-то смысле сами себе Ну это в любом случае Очень милая семейная комедия Как знаете Я такие сериалы называю Сериал для завтрака Вот который ты включил Просто по телевизору Там фоном идет Ты выхватил пару смешных шуток Оттуда там Улыбнулся Какой-то милой ситуации Вообще не задумывался Ничего Пошел себе дальше В общем на самом деле Я только похвалить Пока могу этот проект Ничего плохого Я в нем не увидела Ну с другой стороны Да, если у вас есть привычка Завтракать под какую-то Какую-то картинку То лучше уж включить Этот сериал Чем стандартный телевизор Потому что не портите Все пищеварение с утра Ну и чем наверное Джону Вика тоже Лучше папину дочь Включить за завтраком А это если вам хочется Очень быстро поесть Прямо сметелить Все что на столе Тогда нужно включать Джона Вика наверное Еще один интересный Российский сериал Выходит На платформе Иви На этой неделе 21 сентября Он появится там Называется Лада Голд Рассказывает Да Андрей Про Веста удлиненная Что ли Ауру же ее назвали Нет, нет, нет Там рассказывается Про внука милиционера Пашу Который получает Наследство Ладу Полностью из золота Дело в том Что когда-то В далекие 90-е Какой-то Все бандиты Поволжья В общем Скинулись Вот золото Все которое у них было Скинули в одну кучу Из этого золота Сделали вот эту Ладу Ведь это Это было уже Помнится Как у нас Небоскреб По-моему Это фильм называется Вон Феррари Там открыл золото В какой-то момент Эту Ладу Просто потеряли Ну куда-то Вот она исчезла А тут Паша Как раз достается Он краску Отскобливает И понимает Что она золотая Естественно Эта информация Доходит до тех Кто когда-то был бандитом Ну и сейчас Им продолжает быть И в общем Все бандиты Поволжья Начинают за бедным Пашей гоняться Такая криминальная комедия Довольно активная Тоже с интересными Постановками Кстати Драк С огромным количеством Каких-то очень ироничных сцен Таких Сильно про нас Я бы сказала Прям вот сильно про нас Да может быть даже С рефлексией По поводу 90-х Ну в общем-то Выглядит довольно забавно Ты мне напомнил Другой сериал Там фигурировал Сейф Сделанный из золота Кого значит Попросили этот сейф Притащить Они значит Мучились его Вскрывали Вскрывали Вскрыли Сейф оказался пуст Они его выкинули На помойку А потом выяснилось Что ценность была В самом сейфе Потому что собственно Сейф был сделан Из золота А не его содержимое Тут вот нам пишут Что дочь 10 лет Обожает папиных дочек Но по телевизору Не могут смотреть Нет антенны Друзья Я насколько знаю Вот новый сериал Папины дочки Выходит еще и На платформе Старт Потому что это Совместный проект Старта и СТС Еще есть один Комедийный сериал Российский Выпускает платформа Премьер Начнется он 21 сентября Главную роль там Кстати играет Такая Ну наверное уже Возошедшая звезда Глеб Калюжный Многие его видели В огромном количестве Уже проектов А еще там есть Юрий Стоянов Что тоже Так скажем Довольно Хорошая Скорее Добавляет Причина посмотреть Да Этот сериал Рассказывается там Про молодого стендап комика Который снимает Комнату В Москву Ну приехав в Москву Покорять ее Снимает комнату Такого неприятного деда Которого как раз таки Юрий Стоянов играет А потом выясняется Что этот неприятный дед В прошлом Не Ну вот В прошлом он тоже был комиком Ну точнее вот этим вот Юмористом Как говорили в Советском Союзе И сначала естественно вот Молодое поколение И старое поколение Вообще не лазят между собой А потом они вдруг Становятся настоящими друзьями Начинают Помогать друг другу И даже вот У молодого человека Возникает идея Вернуть Своему вот этому Вот новому другу Его старую карьеру Былую славу Да В общем Это очень милый сериал Про общение Во-первых Двух поколений Как в нашей новой программе 2040 Да Вот я невольно Разрыв побольше Чуть-чуть конечно Вот И в то же время Он про дружбу Про юмор Как профессию Мне кажется Стоянов был бы Хорошим юмористом Стендап комиком Я не знаю Пробовал ли он когда-нибудь Но зрелище было бы Однозначно интересно Слушай ну как минимум В городке он точно был комиком Безусловно Безусловно И мне кажется Все было очень даже А те кто любят Такие криминальные Темные Занесенные снегом Российские драмы Может посмотреть Сериал который называется Оборотень его Выпускает платформа ВИНК Он тоже российский Рассказывает про Полностью потерявшего память Агента спецслужб Который вынужден Завершать Выданное ему задание Но он его не помнит Ну да Вот с этой потери памяти Он вынужден по следам Как бы обратно идти Чтобы выяснить Что там было в начале Был такой фильм Там человек еще За записи себе делал Татуировки на руке Чтобы помнить Куда был Это фильм Нолана Который назывался Да Я уже не помню Я как обычно не помню Естественно Да-да-да По-моему В нашем Локализаторстве Назвался память Если я не ошибаюсь Что-то такое Да-да-да Так Еще 22 сентября Например Выходит Сериал уже не наш Наконец-таки Очень много российских сериалов На этой неделе Ура Тут Перейдем к сериалам из США Называется Этот сериал Не спящий Рассказывается он Про Импульсивную такую художницу Которой много проблем в жизни Там она думает О будущем своей дочери Которой все никак не складывается Из-за этого Из-за большого количества стрессов У нее развивается Хроническая бессонница А естественно Ночью делать ей Нечего И она Находит себе Такого друга По телефону Который тоже не спит По ночам Там по каким-то причинам И вот они просто Начинают постоянно общаться В общем Это такой Такая романтичная Наверное Частично комедия Частично драма Про то Как два одиноких человека У которых Проблема с бессонницей Просто Находят друг друга И находят Наверное В разговорах С друг с другом Какую-то причину Того Чтобы решить Все-таки свои проблемы И пойти дальше Хорошим саундтреком Мне кажется Было бы Faithless Insomnia Помнишь Это знамение Вареда Было бы замечательным треком По-английски Как он называется Insomnia Стилап И назвали Бессонни А у нас Назвали не спящие А ну хорошо Вообще Все еще пробужден Так вот это будет Стилап Не трогайте Российских локализаторов Они неприкосновенны Потому что Такую чушь Больше никто в мире Не может сочинить Как они Я готов свой кетку Ливерполя снять Просто перед Российским локализатором Да-да-да Что касается романтики Есть еще Симпатичная комедия Из Франции Ну это такая Мелодраматическая комедия Очень кстати Красиво снятая Потрясающая Там поздний осень Потом переходящий в зиму Называется она Неотразимой И рассказывается Про Адель Которая Пережила Так скажем Абьюз Серьезный В своих предыдущих отношениях А потом В какой-то прекрасный момент Она встречает Мужчину Который ей Очень нравится Но у нее Случается проблема Она понимает Что после абьюзивных отношений Она с ним вообще Даже разговаривать не может Насколько сильно Ее вот У нее страх стоит Психологу пожалуйте Это вот как вчера мы обсуждали Конечно Страха перед началом отношений Вот у нее вот эта вот проблема Видимо она как-то ее будет решать Сама Ну наверное сама я думаю Хотя может быть и с помощью психолога Вот это мы выясним Если посмотрим сериал Который называется Неотразимый Он французский Если что еще раз Есть еще Мультипликационная премьера Которая называется Кропополис Ее выпускает Кропополис Кропополис Вызывает Она выходит на телеканале Fox Все мы его знаем Прекрасной мультипликации Но самое важное Что это сериал От Дэна Хармона Того самого создателя Рика и Морти Да Так что на самом деле Это должен быть Очень классный мульт Во-первых 18 плюс Сразу предупреждаю Вот уже интересно Рассказывает он Про мифическую Древнюю Грецию Почему? Кропополис В общем там Боги Все вот эти Мифические существа Люди Они все живут вместе В одних семьях А как мы помним Греческие боги Такие ребята Очень Остановись фантазией Сейчас просто Да-да-да Они любят там Потусить Любят сходить налево Направо Везде куда можно Куда-нибудь там еще Сказки Мифы Древней Греции 18 плюс Ничего человеческое Им не чуждо Я думаю Это будет действительно Замечательный Такой смешной Взрослый мультик Который наверное Будет рассказывать нам Про сегодняшнюю действительность Переносясь туда У меня два вопроса Скажи мне Ты рассказывала Про новый сезон Сериала Контейнер Про контейнер Я еще не рассказывала Я еще первую серию Не посмотрела К сожалению Я вчера просто тоже узнал Вышла ребята Третий сезон Но я не буду забегать вперед Ты расскажешь потом Еще один сериал Который на меня Произвел невероятное впечатление Не знаю Рассказывала ты или нет Тоже сериал этого года В августе он вышел Я его смотрел сейчас Как раз в отпуске Называется он Побочный эффект смерти Или обезболивающее Пейнткиллер В оригинале Так Да Про опиоидную Лихорадку в США Эпидемию в США Эпидемию да Семь серий По-моему или шесть Ребята Этот фильм надо посмотреть Обязательно Это сериал обязательно Ух ты По реальным событиям Побочный эффект смерти Побочный эффект смерти Обязательно надо посмотреть Спасибо тебе большое Паш Давай как раз вот Выдохнем А наши слушатели Так сказать Напомним им прежде Что можно всегда Зайти на Дзен Сегодня после полудня Список всех сериалов Которые озвучила Тань Котина Будет там размещен Это утро Под серебряным дождем Партнер программы ООО Спортфорум С 93-го года По всей стране И за ее пределами От Казахстана До Швейцарии Чемпионы сервиса С олимпийскими чемпионами В тренерском составе Ворлд-класс 30 лет фитнеса в России Ворлд-класс Точка ру Мы продолжаем Плюс 7-937-976-333 Попутно напомню О координатах прямого эфира Поскольку через несколько минут Мы будем рады приветствовать Студию Эдуарда Каневского Фитнес-эксперта Телерадиоведущего И автора книги Хватит жрать И лениться Поговорим Почему мы такие лентяи Почему у нас не спортивная страна Тут вопрос или воскресательный знак Посмотрим Начиная с 8 часов утра У нас осталось еще пару Фильмов А пока тут жалуются Что меня слишком много Друзья, меня будет еще больше Я вас поздравляю Потому что я продолжаю Наши сериалы не закончились Потому что на этой неделе 22 сентября Извини, двое мужчин в студии Как девушки, конечно, место Пожалуйста Сразу заберите Кто-то просто завидует Итак, давайте еще посмотрим Что выходит у корейцев Потому что корейцы-то Куда без них Сейчас На самом деле 22 сентября Но это же южные корейцы Самое главное Южные корейцы Конечно А северные скоро появятся Я не знаю, снимают ли вообще Северные Кореи сериалы Может быть какие-то свои У них, собственно, кинопрокат есть Поверь мне Ким Чинына Конечно Конечно Детство, отрочество, юность Интересно А снимут ли они фильм Про то, как он приехал в Россию Вот недавно Там есть большой сериал Про идеи чучхе Они же все живут Поэтому там, ты знаешь Серьезно Там все хорошо Северные Кореи Я надеюсь, что когда-нибудь Это будут изучать Как и сейчас изучает Кинематограф Гитлеровской Германии Ну, с точки зрения Кинематографа Так скажем И того, как пропаганда На него влияет Ладно Вернемся Давайте все-таки К сериалам Прибытие поезда Прибытие поезда Да, как первый раз Братья Влюбер Так Итак, 22 сентября Выходит Южно-корейский вестерн Друзья Который называется Бандитская песня Южно-корейский вестерн Вот Там дело разворачивается В 20-е годы Когда Корея Находится под японской оккупацией Все довольно сложно Лишенные домов Люди, собственно Тянутся В Циндао Это такой Китайский пограничный регион На северном берегу Туманы Так И там все это будет разворачиваться Там, я так понимаю Главные герои Это бандиты Мне, честно говоря Было сложно понять Потому что трейлер На корейском К сожалению Но в целом Я как бы Ты не очень по-корейски, да? Я тоже Вообще как-то вот Слушай, прям стыдно, конечно Но вот не очень Стыдно признаться в этом Да, что не знаем На корейском Это ужасно К сожалению, да Я так поняла Там именно про бандитов Которые такие С одной стороны бандиты А с другой стороны Они все-таки за свою страну И будут, видимо, вершить справедливость Бороться с оккупантами И, в общем, там это все Безумно красиво снято И безумно как-то Там какой-то классный Такой экшен Прямо вот Все как надо Такой вот этот Пафосный Пафос вестернов Там прям вот Соблюден от и до И мне показалось Что это действительно Очень любопытная вещица Ну хотя бы с точки зрения Действительно Как С таким классическим жанром Кинематографа Справедливость в Корее Работа в Корее Да А там есть, конечно же Вот кореец на коне В бандане Слас Который там Вот класс-то я не видела Но точно они стреляют Друг другу Точно они ездят На этих конях Платки вот эти Вот знаешь Которые Пейсмейкер Да Выхватывает Отлично Есть еще кстати Такая семейная Комедийная драма Тоже из Южной Кореи Которая называется Несчастливая семейка И там рассказывается Про семейную Пару Такую супружескую Которая рассталась 30 лет назад А теперь вынуждена Объединиться Снова преодолевая Как бы вот Старые конфликты А почему вынуждена? Ну дети очень хотят Чтобы они объединились И они решают все-таки Пойти у них на поводу Снова объединиться Решить какие-то Свои старые конфликты И наверное это приведет Я думаю к счастливому финалу И еще про одну премьеру Расскажу Которые выходят Новинки тоже Это кстати редкий случай Документальный сериал Опять же вот Господа Вы ММА любите? Я не очень Паша, а ты? Что? ММА Ну вот эти бои В клетке Ну вот Я знаю, что на самом деле У этих боев Большое количество поклонников Так вот, друзья Это документальный сериал Про российский ММА Называется он Большая битва В общем все кто С Монсоном в главной роли Да с каким-нибудь Всех очень много Вот эти вот ключевые Так скажем Игроки Ключевые бойцы Они все дают интервью Вообще рассказывается Про то Как устроен этот спорт Почему люди туда идут Что они преодолевают Очень дорогой Хороший проект Шоураннер Там кстати Бондарчук Если что Мой ММА Закончился на кровавом спорте С Ван Даммом Вот И это был самый лучший Мне кажется Ну один из лучших Фильм Согласны Хорошо Мы подфиналили Да Через несколько минут Будем рады приветствовать В студии Эдуарда Каневского Серебряный дождь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова